Сегодня я хочу поделиться выводами из процесса Игоря Данченко, которого обвиняли во лжи ФБР, но на прошлой неделе оправдали. Начну, как обычно, издалека. В мае 2016 года я написал статью о картере Пейджи, которого кандидат Дональд Трамп назначил тогда своим консультантом по России. Весной 2016 года Трамп наконец огласил список своих советников по внешней политике. Больше всего комментариев удостоилась фигура малоизвестного эксперта Трампа по России, бывшего консультанта «Газпрома» 44-летнего инвестиционного банкира Картера Пейджа. Он охотно признавал, что понес убытки в результате санкций, наложенных тогда на Россию в связи с аннексией Крыма и конфликтом на востоке Украины, и выступал за их отмену. Пейджи оказался в огнях Рампа лишь сейчас, писал я, и сделался главной мишенью для нападок со стороны критиков внешнеполитических взглядов Трампа, в первую очередь его позиции по России. В малоизвестном журнале Global Policy Journal был напечатан ряд внешневнеполитических трактатов Пейджа, которые с упоением цитировали критики Трампа. Статьи временами бессвязной остро нуждались в редактуре и выделялись тем, что Пейдж с уважением цитировал таких авторитетных международников, как рэпер Каньи Вест или телеведущие Опра Уинфери. По словам Пейджа, творчество Веста содержит ценные идеи, которые способны радикально улучшить направление внешней политики США и положение вещей в мире. В 2013 году рэпер выпустил песню под названием «Новые рабы о расовой дискриминации в Америке 50-х годов». По мнению Пейджа, рабами нашего времени являются народы России, Ирана, Китая и других развивающихся стран, которые унижает Запад. Пейдж писал, что западные державы в последнее время воскресили представления времен Холодной войны, которые обрушили и на Украину, и на Россию новые экономические бедствия. Пейдж был зациклен на расовой проблеме в Америке и склонен рассматривать международные дела сквозь ее призму. То есть Трамп таки умел выбирать себе советников. По словам Пейджа, в 2014 году власть в Киеве захватили проамериканские радикалы, которые враждебно относились к интересам России. Референдум в захваченном России и Крыму он называл демократическим. Вину за украинскую смуту Пейдж возлагал на окопавшуюся в администрации Барака Обамы группу с бывших сотрудников Джорджа Буша, прежде всего на зам госсекретаря Викторию Нулан, которую он обвинял в провоцировании революции в Киеве, очевидно посредством раздачи печенек на Майдане. Пейдж ставил Газпром в пример Америки, которая видела в объявленном Обаме повороте к Азии прежде всего военный аспект, тогда как Газпром, по его словам, действовал чисто экономическими методами. Эти заявления и тогда звучали бредово, а сейчас и подавно. Мне до этого не попадались американцы, которые открыто ставили Газпром выше Америки. Пейдж уподоблял политику США по отношению к России повадкам американских рабовладельцев и действиям американской полиции, которая в его представлении безжалостно расстреливала черных. Такие взгляды Пейджа не нашли понимания у многих американских международников. Многие из его публичных высказываний о России и Украине звучат так, будто они слово в слово взяты из текста передач Russia Today, говорила Ханна Тоборн, специализирующаяся на России в Хадсоновском институте. В 2000 году Пейдж устроился в лондонский филиал банка Мэрил Линч, откуда его четыре года спустя командировали в Москву открывать там отделение этого банка. Он завел тесные связи с руководителями Газпрома, которого он, по его словам, консультировал в связи с его крупнейшими сделками того периода, а также помогал ему привлекать западных инвесторов. В 2007 году Пейдж вернулся из Москвы в Нью-Йорк. Он говорил, что на проводах у него присутствовали крупные российские чиновники. Пейдж вложил деньги в Газпром и сетовал, что потерял их из-за западных санкций. Лишь несколько лет спустя мы узнали, что Пейдж в то же время был добровольным агентом ЦРУ и делился с ним и с ФБР впечатлениями о своих поездках в Россию и о знакомых россиянах. В отличие от Игоря Данченко, бывшего больше трех лет тайным осведомителем ФБР и получившего от него более 200 тысяч долларов, Пейдж жалуется, что американские спецслужбы не заплатили ему ни цента. Окончание завтра. Владимир Козловский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова